Хитсад.ру Подвесные модели разных форм и конфигураций, выполненные методом художественной ковки на один, два или несколько цветочных кашпо. Ждем вас за покупками. Здравствуйте, мои хорошие красноярцы и, конечно же, мои подписчики на канале YouTube «Голова садовая». Погода сегодня вообще ужасная, не в кайф, но делать все равно надо, пока такая погода стоит. Посмотрите, сегодня речь пойдет о побелке и об обработке плодовых деревьев весной, пока не распустились почки. Для того, чтобы ваши растения не страдали весной от солнечного ожога, обратите внимание, у них побелены стволы, выбелены как следует. Чем я это делала? Сейчас покажу. Вот, смотрите. Это ведерко, это каче. Сюда ввела половину пачки препарата ХОМ, медисодержащего. Можете сюда, вот на такое количество, это буквально там где-то, наверное, ну полтора литра. Вы видите, все делайте произвольно, много не надо, но хорошую щепотку, столовую ложку медного купороса можно, можно оксихома. То есть медисодержащие препараты. Для чего? Да для того, чтобы при побелке еще и не дать возможности развиваться каким-то болезням на дереве. А ведь у нас деревья болеют, как правило, и сажистыми грибками, и всякими, ой, даже говорить не хочу, а тут точно накаркаю. Значит, и такая побелка, она защитит ваши растения от солнечного ожога и от развития болезней. И я хочу остановиться еще на одном обстоятельстве, которое не очень мне нравится. В прошлом году почти не облетели листья с плодовых деревьев. Да, вы заметили, это не только были вишни и сливы, которые поздно сбрасывают листву, но это были и яблони и груши. И это, конечно, очень сильно беспокоило. Но я посоветовалась со специалистами, они сказали, что ничего страшного нет, что деревья все равно успеют заложить, почки плодовые, и все будет в порядке. Мы будем смотреть, как распускаются листья и как, зацветут ли они или нет. Ну, если не зацветут, то, по крайней мере, не погибли. И это уже хорошо. Посмотрите, оставшиеся листья пытаются загнить. Они завернуты, может быть, там и листовертки есть. Поэтому вручную, аккуратно очень обберите их. Ну, с больших яблонь, может, это и невозможно сделать. Ну, с таких вот невысоких полукарликов и карликов, конечно, возможно. Потому что листья начнут гнить прямо на дереве. Либо там уже какие-то гаденыши отложили своих личинок. И это плохо. Поэтому снимаем все тщательно, убираем каждый листик. И почву под деревьями обработать бордовской жидкостью на всякий случай. А как вы хотели? Все не так просто. Я хочу вам обратить ваше внимание и показать вам, что вот в этой лунке посажено три яблони. Три крупноплодные яблони. Они все невысокого роста. Они все замечательные. Одного срока созревания. Я очень люблю такие посадки. Вон там яблоня старая. И я хочу, чтобы вот эта троечка выросла. И здесь встал шатер из яблок. Представляете себе? Эта же красота будет просто невероятная. Но для того, чтобы вот... Я про листья вернусь к этому. Для того, чтобы все-таки не нахватать проблем с плодожорками, цветоедами и так далее. Пожалуйста, пока почки. Посмотрите, почки еще не распустились. Вот едва-едва набухают. Это самый хороший момент, когда можно обработать железным купоросом. Что принесет дереву огромную пользу просто. Особенно старым плодовым. И, конечно же, если листики начнут распускаться, тогда мы погибем. Погубим наши замечательные яблони. Значит, железный купорос из расчета 200 грамм на 10 литров воды. Запоминайте, пожалуйста, 200 грамм на 10 литров воды. Опрыскиваем очень тщательно, чтобы подтекало. Тогда большая часть личинок погибнет от этого опрыскивания. Вот это очень важно. Как вам нравится погода? Ну вот то снег, то дождь, то крупа, то еще какая-нибудь. Прости, господи, не могу я уже жить на этом свете. Я шучу, конечно. И все. Обработку такую сделав, побелив деревья. Старайтесь побелить так, чтобы у вас скелетные ветви. Вот у этой нету нижних, да? А вот у той яблони есть. Она по причине потеряла проводника. И у нее скелетные ветви. Побелите и их тоже сантиметров по 25, а то и по 30. Это необходимо. Видите? И у того стволики тоже побелены. Это правильно. Тогда растения благодарно отзовутся на вашу заботу. И осенью тоже это нужно делать. А сейчас как можно раньше сделайте. Температура достаточно комфортная, ну кроме снега над головой. А остальное все уже сама побелка сделает. И защитит, и не даст развиться каким-то паразитам. Ну, на этом все. Непогода, не могу больше говорить. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»